приветствую вас дорогие друзья мы продолжаем исследование божьего слова и сегодня мы сделаем обзор всего материала который мы изучали в течение года для этого у нас сегодня вот такая вот большая команда это почти все участники нашего нашей студии и также с нами сегодня артур который будет тоже вести вместе со мной часть этой передачи поэтому я хотел бы напомнить просто о чем мы говорили в течение в течение года мы говорили о управлении ресурсами мы говорили о приготовлении к последнему времени также книга деяния апостола в которой мы разбирали и последнее единство во христе вот сейчас мы об этом всем поговорим управление ресурсами что вы включаете слова ресурсы ну я думаю что под понятием ресурсы можно включить очень много многое это могут быть и финансы это может быть и природный ресурс это ресурсами также могут быть и таланты человека также ресурсы это знание то есть много еще можно перечислить чего что мы можем подразумевать под понятием ресурсы понятно спасибо большое но вот такое у нас это тема наша общая называлась управление ресурсами бог хочет чтобы абсолютно все что нам дал мы умели управлять сегодня очень много людей имеет достаточно денег но не умеет ними управлять имеет большие таланты способности но не умеет ними управлять поэтому вот я хотел бы немного еще поговорить сказать пожалуйста если управление а значит вот есть управитель вот мы с вами управители или мы с вами хозяева ресурсов сами иисус христос сказал такие слова вы являясь моими управителями все то что я вам дал вы должны распоряжаться правильно и от нас уже зависит как мы воспользуемся этим моментом этим выбором своей жизни а вот если вас приглашаю по участвовать нашем служении в ритме не не я не не буду а я знаю что вы можете как вот этот ресурсовый закапываю как-то причина о талантах один использовал другой не использовал третий вообще закопал то есть это наверно не увольте на не принесли да это наверно похоже на того одного который действительно закопал и в общем говорит ну вот тебе твое то есть чему я хотел бы сегодня пригласить каждого из нас это тот урок который у нас вот мы можем получить скажем один из важных уроков это использовать мудро те ресурсы которые господь нам дал использовать мудро умение управлять ними почему потому что если мы не используем мы теряем то есть они у нас могут отняться и конечно же это так помните господь сказал однажды вот возьмите у него и отдайте другому а в другом месте написано ибо он потеряет и то что он думал иметь помните да кого есть еще дастся поэтому сегодня я хотел пригласить в общем чтобы мы умели управлять а теперь скажите пожалуйста вот еще один вопросик задам могли бы мне назвать черты управителя вот какими чертами должен обладать управитель вот что он должен уметь я думаю что человек которому доверенно что-то управлять от него управитель ожидает ответственности от него правитель ожидает честности к нему Да, хозяин ожидает эту правительность, тот, кто доверил ему все это. Он ожидает какого-то положительного ответа, и он ожидает того, что человек будет от всего сердца выполнять то, что ему поручено. Качества, еще пару качеств. Такие качества, ну я сказала уже, честность должна быть, обязательность должна быть. Потом умение действительно свое время так распределять, чтобы мог уложить все это во времени и получить как можно больше результата. Да, и я буквально еще немного хотел по ресурсам сказать, пожалуйста, а вот такое понятие, как добровольное пожертвование, десятина, они тоже сюда входят, вот, в ресурсы? Такие понятия тоже входят в ресурсы. Это тоже то, что Господь даровал. А зачем они нужны Богу в эти вот моменты? Богу нужны они для того, чтобы мы понимали, как правильно использовать эти деньги, что они могут принести пользу не просто для меня, для моих удовольствий, для моих желаний. Они могут принести пользу делу Божьему, они могут принести спасение кому-то, они могут свет какой-то открыть. Эти деньги могут быть использованы прежде всего во славу Божью, для того, чтобы это, и все, что я имею, это могло принести славу именно Господу. Абсолютно все, да? Хорошо, еще есть мнение? Здесь проверяется наше взаимоотношение с Богом. Если мы знаем о Боге, я думаю, что вот эти средства, которые мы пожертвуем, помогут очень многим людям тоже узнать о Боге. Мы живем в большом мире, где кто-то живет беднее, кто-то богаче живет, и те, кто больше имеет, должны делиться с теми, которые ничего не имеют. Это, в первую очередь, предложение Вести Евангелия на этой земле. Спасибо. То есть, вот этот ресурс, которым мы должны использовать, правильно делиться. Я как-то рассказывал, мне помню, когда, что однажды я ехал в поезде и поделился с человеком истиной, ну, о истине. Мне было 27 лет, мне было 22 или 23 года, и я ему рассказал о Христе, он уже был в возрасте человек, где-то он был, наверное, за 60, а мне 20 с чем-то. И вот я ему рассказал, и потом прошло где-то 10 лет, и я приехал в одну из церквей, я был областным пастором, приехал посещать область. Он подходит ко мне, говорит, вы меня узнаете? Я говорю, нет. А он говорит, а вот мы ехали в поезде вместе, там, в Ростов, и вот вы мне рассказывали. Я после этого прошел обучение, курсы, и я сейчас в церкви со всей своей семьей. Знаете, это было так приятно. То есть вот мы посеяли, мы пожертвовали, допустим, да, рубль, доллар, у кого, ну, скажем, в каждых странах свои деньги. И бывает, мы не задумываемся, что это сыграло такую огромную роль вот для проповеди, что даже вот мы не представляем, какие результаты будут. Поэтому спасибо, я думаю, что мы сделали краткий обзор вот этой истины о ресурсах, что все ресурсы, которые есть, они должны использоваться мудро. И второй урок, который я бы хотел, чтобы он остался в памяти, качество управителя. Честность, порядочность. И еще один урок, что однажды хозяин придет и спросит, ну, расскажи, как ты управлял. Понимаете, однажды предстанем. Поэтому нам нужно об этом помнить и всегда относиться порядочно. Мы вместе с вами также разбирали такую интересную тему, как приготовление к последнему времени. А вот скажите, вот такой вопрос. Допустим, я знаю, что через месяц я должен покинуть эту страну и полететь в какую-то другую. Вот когда, или вы, когда вы начнете собирать свои вещи? Ну, у кого какие привычки? Вот кто-то может собраться за час до самолета, а кто-то уже заранее начинает готовиться к своей поездке. Кто к чему привык? Если кто-то много путешествует, он может это оставить на последний момент. Спасибо. Но в целом, в целом, в принципе, если я знаю, что я еду через месяц, наверное, я буду собираться где-то, ну, за последнюю неделю, наверное. Ну, как-то не раньше. А вот скажите, а когда мы говорим о приготовлении к последнему времени или о приготовлении тому, когда наступит Царство Божие? А мы знаем, когда оно наступит? Нет, конечно, не знаем, как написано в Священном Писании. И также хочу сказать, что здесь уже нет чего-то такого, что кто-то часто готовится к Царству Небесному, поэтому уже может отложить это на потом. То есть об этом уже человек заботится заранее, так как для него это раз и впервые на всю жизнь. Спасибо. Но вот что означает приготовиться к последнему времени? Вот как приготовиться? В пришествии Христа дело обстоит чуть иначе, потому что нет точной даты, даты отлета, даты взлета. Есть признаки, которые указывают на это, но конкретной даты нет. И вот как мы можем готовиться к пришествию Христа? Слово Божие говорит, чтобы каждый день мы исследовали свои сердца, потому что мы можем жить по такому принципу. Вот сегодня как будто последний день перед пришествием Христа, но в то же время мы должны жить, как будто будем жить еще сто лет. То есть мы должны наши сердца ежедневно быть обновленными в завете с Господом. А вот интересно, вот вы, наверное, все знакомы с блаженствами. А вы замечали вот такой интересный нюанс вот в этих блаженствах? Вот, например, как говорят, вот «блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», да? А дальше «блажены и плачущие, ибо они утешатся, блажены и кротки, ибо они наследуют землю». Есть разница между блаженствами или нет? Вот между первым блаженством и всеми остальными блаженствами есть разница? Блажены и плачущие, да? Ну вот смотрите, «блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше «блажены и плачущие, ибо они утешатся, блажены и кротки, ибо они наследуют землю, блажены и алчущие, ибо они насытятся». Есть разница? Разница есть. Какая? Ну, первый стих, он даже звучит по-другому. Еще раз можно первый стих? Блажены нищие духа, ибо их есть царство небесное. Вот, у них есть царство небесное, а все остальные вытешутся. Вот в этом разница есть. Да, и смотрите, как блаженство окончается. Десятый текст. Блажены изгнаны за правду, ибо их есть царство небесное. Вы не обратили внимания на очень такую интересную деталь? Ну, я считаю, что пусть даже десять стихов, пусть они разные будут по содержанию, но слово «блаженные» – это уже отвечает за все. Хорошо, спасибо. Вот смотрите, блажены, плачущие, ибо они утешатся. Когда утешатся? Я считаю, что они не только в Царстве Божьем уже утешатся. Я думаю, что когда человек узнает Господа, он уже утешение нашел. Да, но время глагола какое используется? О будущем времени. А «блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное». Настоящее время. Настоящее время. Вот это то, что отделяет первое блаженство от всех остальных блаженств. Во всех остальных блаженствах говорит о том, что они будут утешены, они будут помилованы, они Бога узрят. То есть это как бы относится к какому царству? Да, я согласен, конечно, Анатолий, что во многих случаях человек это все приобретает уже здесь, на этой земле. Но, к сожалению, очень многие люди здесь страдают, так и принявшие Христа. Да, так и принявшие Христа. Но Иисус говорит, что когда вот наступит Царство Небесное, Царство Божие, вот они будут помилованы, они будут утешены. То есть они перестанут плакать. Но Царство Небесное, которое мы все ожидаем, и где мы не будем скорбеть и плакать, оно наступает когда? Это уже дело не будущего, дорогие. Это уже дело настоящего времени. Поэтому, когда мы говорим, что мы должны ожидать Царства Божьего, не надо ожидать того Царства, которое наступит при втором пришествии Иисуса Христа. Нужно уже здесь жить, вот в этом Царстве. Мы говорим с вами о Царстве Небесном уже сегодня. Действительно, очень многие люди, они просто уже сегодня живут этим Царством, потому что они приняли Христа, и это Царство уже в их жизни. А есть люди, которые действительно, они приняли Иисуса Христа. А оно, скажем так, продолжается сложности в семье, они продолжаются сложности и на работах, проявляются сложности, скажем, где-то, может быть, со стороны каких-то религиозных, вот других непониманий. То есть, поэтому Господь, это говорит, что оно будет в будущем. Конечно. Это, мне кажется, очень важный момент, потому что многие, возможно, так считают, что уже в этой жизни, в этой жизни исчезнут все проблемы, все горечи, все печали. Но Господь такое не обещал. Господь говорит, это да, вы будете утешены. Возможно, и в этой жизни. Но в целом, в целом, Он говорит о том Царстве, которое придет при втором пришествии Христа. Но мы уже должны этого Царства ожидать и ждать, и жить уже в нашей реальной жизни. Вот смотрите, послание к ефесянам, что пишет апостол Павел во второй главе. Вот 5-6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью выспасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Разве мы уже на небесах? Да, он как вот несуществующий, как существующий. Да, вот апостол Павел считает, что мы, которые ожидаем вот это Царство, уже должны в этой жизни жить так, как будто мы живем с вами уже на небесах. То есть так, что мы являемся с вами гражданами уже Небесного Царства. И тогда человеку, мне кажется, хочется быть в этой Церкви. Почему? Потому что ему правильно преподнесено Божие Царство. Конечно. Спасибо. Потому что не будет свода запретов. Еще один вопрос я хочу вам задать тоже по этой теме. Вот интересно, когда мы читаем с вами 24 главу Евангелия от Матфея, там о чем написано? Признаки последнего времени. Признаки последнего времени. Но обратите внимание, что 24 главе больше говорится о таких политических признаках, или о явлениях, знамениях, которые произойдут в природе. А как вам кажется, 25 глава, она связана как-то с 24 главой? Связана, потому что она о десяти девок говорит. Да. О том, что все-таки ожидали, не дождались, а он все-таки пришел. Там есть события, события. И тут уже как бы реально, чем она будет заканчиваться. Именно вот непосредственно пришествием Иисуса Христа. Спасибо, Анатолий. Вот смотрите, 24 глава. Если мы посмотрим последние несколько стихов 24 главы, они начинают рассказывать нам притчи. И притча о чем была? Вы помните, конец 24 главы, это когда господин уходит, а раб не ожидал, что господин вернется в скором времени. Дальше 25 глава, это 10 дев. После этого о талантах мы читаем, что раб зарыл. И дальше мы читаем критерии, по каким Господь будет отделять овец от козлов. То есть все вот эти притчи, они связаны с 24 главой. То есть во всех этих притчах также говорится о последнем времени. А скажите, а какая разница между 24 главой и 25 главой? В 24 главе мы видим, слышим или читаем о тех событиях, которые произойдут. 25 глава, они касаются непосредственно каждого из нас. Мы можем быть среди тех 10 дев, среди тех, кто зарыл свои таланты. И особенно последние стихи, когда Христос говорит, если вы делали это кому-то из ближних, вы делали мне. Это и касается непосредственно нас, нас лично. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое. Да, правильно, 24 глава, она больше касается политических событий, а также внешних знамений. А 25 глава, точнее конец 24 и 25, она уже повествует о состоянии церкви. Вот каким будет церковь в преддверии второго пришествия Христа? И каким она будет? Вот вы помните, вот 24 глава, только что мы сказали, уходит господин. Раб знает, что господин должен вернуться? Знает, но времени не знает. Знает, но он не ожидает, что господин вернется так быстро. Есть такие верующие линии, как вам кажется, которые верят, что будет второе пришествие Христа, но они не верят, что это пришествие будет быстро. Да, раз это к нам обращается, очевидно, это действительно так и есть, потому что как в 24 главе говорится о признаках, а 25 говорит о нашем конкретном ответе, как мы реагируем на то, какие предупреждения мы получаем, и как мы себя ведем в это время. То есть, когда мы говорим о том, что мы должны быть подготовлены, вот один из критериев того, это означает, что надо реально верить, что Господь придет скоро. Не просто верить, что будет второе пришествие Христа, но оно будет не в наше время, не даже во время наших детей, внуков, а это где-то за горами. Вот это поколение, эта точка зрения, она ошибочна. Следующий момент тоже очень важный – это 10 дев, да? А какая проблема была у них, у тех пяти дев? Ну, исходя из этой притчи, мы можем знать, что интересно было то, что ожидающими были все 10 дев, но так оказалось, что пять из них забыли прихватить с собой самое главное – это масло. Все-таки иметь светильник – это еще не факт того, что ты уже подготовлен. А вот это масло, которое было ключевым моментом в этой истории, все-таки дает повод призадуматься нам, вот имеем ли мы того масла Святого Духа в нашем сердце, чтобы действительно оказаться в числе пяти этих разумных дев, которые хоть и заснули, вот что самое интересное – все ждали, все приготовились, все заснули, но одни заснули приготовленными, а пять раз заснули вроде бы как бы неприготовленными. Все они находились в одном месте, вы согласны? Все они находились в одной и той же церкви, но одни имели Духа Святого, а другие имели вид благочестия, как пишет об этом апостол Павел. Они посещают церковь, но у них нет чего? Жизни, у них нет Духа Святого. Ну и последние две притчи, они тоже понятные. Третьи – это те, которые имеют таланты, но они не используют их во благо и для славы Божьей. То есть они зарывают эти таланты. И последние – это люди, которые не принимают участие в нуждах других. Вот эти четыре категории людей, которые будут в преддверии Иисуса Христа. И поэтому нам нужно подготовиться в этом отношении. Я вот суммируя вот эти три притчи, такая картина складывается, что сначала идёт предупреждение в общем, что будет в мире происходить перед пришествием. Потом моя личная духовная подготовка, духовная подготовка, то есть это Дух Святой. И вторая и третья притчи, они говорят о том, что я должен быть готов к встрече и участвовать в этом делами. Имеется в виду участвовать в жизни других людей. Потому что, как Яков говорит, покажи мне веру, ну и дела. То есть мы понимаем, что не спасаются делами однозначно, но раз верующий человек, значит его жизнь, она должна приносить какой-то плод ещё. И вот эта притча, она показывает, что мы должны участвовать в жизни других. В жизни других. Обязательно. Между прочим, именно по этому критерию Господь будет судить по тому, как мы участвуем в жизни других людей. Плавно переходя к следующей нашей теме, это Деяние Святых Апостолов. Вот скажите, какое самое главное событие, на ваш взгляд, произошло вот в этой книге и зачем оно нужно было? Для какой цели? Самое главное событие – это излитие Святого Духа, когда апостолы, Христос был вознесён, и апостолы остались вместе и в единстве, молились и постились. И было излитие Духа Святого в виде огненных языков. То есть в виде языков, которые нужны были для того, для наречий, на котором говорили люди. А цель в чём была? Цель была для того, чтобы Евангелие было проповедовано. Всем языкам, всем народам. А вот скажите, а проповедовали ли ученики всем языкам и всем народам после того, как получили Духа Святого? Вы читали, что 12 апостолов вышли в мир и проповедовали язычникам? Напротив, мы читаем, что все расселись, кроме 12 апостолов, которые остались в Иерусалиме. То есть они проповедовали исключительно кому? Своим. Своим, иудейскому народу. То есть что, они не поняли тогда то, что Христос сказал? Иерусалим был полон людьми разных национальностей, которые приходили на праздник. И как сегодня в Лос-Анджелесе мы встречаем людей многих-многих национальностей, в то время в Иерусалиме была та же ситуация. Люди многих языковых групп, каждый на своём наречии, диалекте, общались друг с другом. И поэтому, наверное, всё-таки была необходима из Духа Святого в том, чтобы одарить учеников этим даром говорить на иных языках. А эти люди, узнав весь о Христе, уже, конечно, распространяли его дальше, куда они отправлялись. Спасибо. Нечея, просто здесь есть вот такой момент, что это был день Пятидесятницы, да, праздник, когда люди стекались в храм. Обычно в храм не приходили язычники. Когда Пётр пошёл проповедовать Корнилию, какова была реакция апостолов и учеников? Негативная. У него у самого была вначале негативная реакция на эту вещь. Он не мог понять, принять, как он, иудеи, может проповедовать язык. Как ученики поняли этот текст? Что значит быть до края земли? До этого же они ждали наступления Царства Небесного? Или не ждали? Они Христу не сказали, не все ли самое время, то наступает Царство Небесное. И вот они это поняли, слова Иисуса Христа, что они должны проповедовать до края земли только своим иудеям. То есть, они должны были распространить вот эту благую вещь среди иудеев, чтобы Христос установил Царство Небесное. И вот постепенно Господь стал ломать вот эти стереотипы. Постепенно Петра сначала он отправил Корнилию, а потом уже мы видим, что апостол Павел ступает уже как бы на передовую этой истории и проповедует уже по всему миру. И еще один вопрос я бы хотел бы задать, чисто вот такой практичный. Вот каким вы видите вообще апостола Павла вот в этой книге? Как бы вы описали или охарактеризовали бы его? Какой урок жизненный вот мы бы могли бы взять для себя из его опыта? Вот во всей книге Деяния, особенно во второй ее части, где больше всего говорится именно о действиях апостола Павла. И вот там он просто вот несгибаемый борец, несмотря на то, что его очень многие не понимали. И даже из самых близких, что называется, окружения и апостолы, они очень недоверчиво относились к тому, что он делает. Но его это не смущало. Он твердо верил во что он верил. Он верил в то, что Господь послал его именно на эту миссию. И он просто бесстрашно ее выполнял до конца. Он был очень хорошим стратегом. Он был очень таким сильным политическим и влиятельным лицом. То есть это был очень неординарный и в то же время интересный человек, который, ну, действительно, можно было бы сказать, что был героем своего времени. Я тоже хочу, конечно, добавить, наверное, больше всего в апостоле Павле Господь увидел искренность. Да. Искренность. Хоть он и гнал христиан, но он это делал искренне. Он считал, что это на самом деле секта, которая препятствует распространению делу Божьему. И поэтому он хотел искоренить. Но все, что он делал, он делал искренне. И когда Господь его обращает, он с тем же пылом, с той же ревностью и с той же искренностью уже служил нашему Господу Иисусу Христу. Еще самый важный момент его жизни это было бесстрашие. Потому что он проповедовал всем подряд. Всем подряд. Он шел на такие территории, на которые, наверное, мы с вами сегодня не пойдем. И вот это, мне кажется, важный урок. Вот это бесстрашие, вот эта искренность. И довести дело до конца. Вот это то, то, что отличало апостола Павла. Сейчас мы переходим к такой заключительной. Это когда мы говорим о единстве. При всем том, что мы очень разные все, очень разные, все-таки мы находим точки соприкосновения. И вот скажите, пожалуйста, какие вот были причины разделения первого апостола церкви? Если мы возьмем историю, какие были, какие вы можете вспомнить причины разделения? Вот прямо шестая глава, по-моему, оттуда начинается вот это разделение, когда местные иудеи, они не восприняли вот иудеев, пришедших из диаспоры. То есть они не воспринимали людей, которые забыли свой родной язык, свою культуру, обычаи. Вот бывает ли что-то подобное сегодня в нашей среде? Где мы знаем церкви, в которых мы бываем? Наблюдаете ли вы что-то подобное сегодня? Происходит это? Скажем так, что человеческий фактор никто не отменял. И человек за тысячелетия мало чем изменился. И я думаю, поэтому все эти моменты, которые описаны в книге «Деяния апостолов», не просто так Духом Святым оставлены в этой книге, а как хороший, скажем, учебник, для того, чтобы, разбирая историю прошлого, можно было бы сделать очень хорошие поучительные выводы на сегодняшний день. Вот когда Иисус пришел, он увидел вот это и то же разделение, правда? Вот мы уже сейчас вспоминали, вот Артур нам немножко вспомнил о том, что Христос говорит, вы знаете, нужно идти ко всем народам, а они говорят, нет, мы не пойдем, мы только своим. Почему? Почему? Потому что они недостойны, они вообще язычники, они вообще недостойны Царствия Божьего. И вот Иисус приходит в этот момент и ему приходится соприкасаться с людьми различных, скажем так, сословий, скажем, допустим, есть богатые, есть бедные, есть мытари, а есть люди, скажем так, грешники. И вот Иисус с ними соприкасается. Главная цель прихода на землю Иисуса Христа объединить, верно? Объединить. И он ломает вот эту перегородку, которая была выстроена между людьми. Мы иудеи, а вы язычники. Мы такие, а вы хуже нас. У человека всегда это качество присутствовало. Не проявляется ли у нас иногда сегодня, что мы все-таки в правильной церкви, а те где-то не дотягивают, они не такие, как мы? А с точки зрения психологии этот факт присутствует в каждом из нас. У некоторых более на поверхности, у некоторых более глубоко внутри, но все-таки остается. Я думаю, Христос не дал такой заповеди, чтобы мы сравнивали себя с другими и чувствовали, мы лучше или кто-то другой лучше. Христос дал заповедь просто распространять Евангелие. Я вспоминаю историю, когда Христос встретился с женщиной, с самаритянкой у колодца. И вы помните, да, там какой вопрос шел, что она говорит? Вы говорите, что надо в Иерусалиме поклоняться, здесь на другой горе надо, и Христос не стал спорить, где надо реально поклоняться. Христос сказал, да, в принципе, надо духом поклоняться и в истине поклоняться. Ну вот скажите, когда возникают конфликты, какое вот самое лучшее такое лекарство вы могли бы приписать для разрешения конфликтов в церкви? Конфликты разного характера, между людьми где-то, что-то не поделили еще. Вот как бы вы начинали, что бы делали, вот с чего бы начинали? Очень интересно, вот эта история, которую мы сейчас только что вспоминали, да, Иисус, когда встретился с самаритянкой, да, вот он ничего не стал говорить, он понимал, что она понимала, что он ее враг, он понимал, что это враждебные отношения есть, и он попросил у нее воды. То есть вот он показал свою заинтересованность в чем-то, свою нужду в чем-то, в ком-то. И вот я думаю, что это очень неплохое начало для решения конфликта, сказать человеку, который, может быть, ждет этого прощения, извинения, или не ждет, но во всяком случае между нами что-то существует, какая-то стена. Вместо того, чтобы подходить и выяснять отношения, может быть, просто показать свою заинтересованность в этом человеке. И это уже снимает очень многие препятствия. Спасибо. А вы такую рекомендацию даете, да? К сожалению, человеку свойственно осуждать. И, вы знаете, еще бывают разные люди, кто как воспринимает, а не осуждение, ну пусть это будет совет. И очень многие говорят, ты лучше меня, разве что ты меня будешь учить. Вы знаете, в Священном Писании есть написано, что если ты узнал что-то о человеке, там, плохое, подойди сам с ним, поговори. Вы знаете, мне кажется, не нужно так заходить далеко. В первую очередь, мы только можем молиться об этом человеке. И молясь о нем, мы, наверное, сами становимся намного лучше в своих действиях. Еще одно, хотел бы вот так в заключении сказать, что Бог установил церковь, установил порядок и установил, скажем так, организацию, руководство церкви. И если мы это понимаем, что это все существует и есть, тогда нам легко будет принять и согласиться. Понимаете? Почему? Потому что очень многие люди, они как бы пытаются жить сами по себе, и вот нам никто не указ. Но для того, чтобы было единство церкви, Господь образовал церковь, поставил пресс-фитеров, поставил дьяконов, поставил служителей, и люди выполняют это служение. И яркий пример этому, это организм человека. Организм человека, в котором есть голова, есть мозг, как главный орган, и который управляет уже, скажем, ну, от которого все дальше работает. Господь является сегодня главным в нашей жизни, главным мозгом, который управляет. И все уже подчиняются. И вот он хочет, чтобы такие взаимоотношения, они строились между людьми в церкви, чтобы никто не почитал себя выше другого человека. Друзья мои, вот на этом обзор наш всего года заканчивается. Дорогие друзья, хотим всех вас поздравить с Новым Годом и пожелать, чтобы в ваших семьях всегда было единство и благословение, чтобы у вас было правильное распределение ресурсов, и чтобы вы могли приготовиться к грядущему кризису уже сегодня. Не ожидать это как бы какой-то вот, на какой-то последний день. Благословение вам в Новом Году. Всегда приглашайте других людей и смотрите вместе с нами эти передачи. Я также желаю вам всего самого наилучшего в этом Новом Году, чтобы Господь обильным образом благословил бы вас и чтобы в этом Новом Году вы бы стали намного ближе со своим Спасителем и со своим Господом. Божьих вам благословений! Хочется пожелать всем в наступающем Новом Году стать ближе с Господом, лучше познать Его, лучше узнать Его волю для себя. Действительно, чтобы Иисус стал центром вашей жизни, потому что, как говорит Священное Писание, нет другого имени под солнцем, которым бы нам надлежало спастись. Пускай это станет реальностью и истиной вашей жизни в Новом Году. Также примите поздравления с этим наступающим 2019 годом и все истины, которые мы изучили на протяжении этого прошедшего года, мы смогли в 2019 году воплотить в нашей жизни с Божьей помощью. Дорогие друзья, хочу пожелать вам, чтобы все печали и горести остались в прошлом году, и чтобы в Новом Году вас ждала только радость и счастье. И хочу пожелать вам сердце Библии, ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. Я вас хочу поздравить с наступающим Новым 2019 годом, пожелать вам счастья, здоровья, пожелать вам мира и покоя вашей семьи. И все те истины, которые мы изучали на протяжении 2018 года, притворились в вашей жизни, и чтобы вы еще стали на шаг ближе к нашему Спасителю Иисусу. Божьи благословения и в наступающем году пусть Иисус Христос и Священное Писание будут вашими лучшими друзьями в Новом Году. С Новым Годом! Враг Россия в рассветосет, Иисус мой родной печал, и в сердце печал и бит. Иисус мой родной печал, и в сердце печал и бит.